The Discovery of the Unconscious. The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. Henry F. Ellenberger. Открытие бессознательного. История и эволюция динамической психиатрии. Henry F. Ellenberger. The Ancestry of Dynamic Psychotherapy. Предшественники динамической психотерапии. Although the systematic investigation of the unconscious mind and of psychic dynamism is fairly new, the origins of dynamic psychotherapy can be traced back in time through a long line of ancestors and forerunners. Хотя систематические исследования бессознательного разума и психического динамизма начались сравнительно недавно, происхождение динамической психотерапии можно проследить к очень отдалённым от нас временам, от которых нас отделяет длинный ряд её предков и предшественников. Certain medical or philosophical teachings of the past as well as certain older healing methods offer a surprisingly high degree of insight into what are usually considered the most recent discoveries in the realm of the human mind. Некоторые медицинские и философские учения прошлого, а также старинные методы лечения в очень большой степени напоминают нам то, что считается последними открытиями в области человеческого разума. На протяжении многих лет рассказы об исцелениях, производимых у первобытных народов целителями, лекарами, хаманами, не вызывали особого интереса у психиатров. Such accounts were regarded as queer stories of interest only to historians and anthropologists. Эти рассказы считали сомнительными и представляющими интересы разве что для историков и антропологов. Nature buy BBC. Medicine men were thought to be either grossly ignorant and superstitious individuals, able to cure only those patients who would have recovered spontaneously in any case or dangerous imposters exploiting the credulity of their fellow men. Лекари и целители рассматривались либо как глубоко невежественные и суеверные люди, способные излечить только тех, кто и так поправился бы в любом случае, либо как коварные и опасные шарлатаны, пользующиеся доверчивостью своих соплеменников. Сегодня мы выработали иную, более положительную оценку их деятельности. The development of modern psychotherapy has drawn attention to the mystery of the mechanism of psychological healing and shown how many of its details still puzzle us. Развитие современной психотерапии привлекло внимание к тайнам механизмов психологического исцеления и показало, как много в них до сих пор озадачивает нас. Почему одни пациенты реагируют на определенный метод лечения, а другие нет? Мы этого не знаем. И все, что может пролить свет на эти проблемы, представляется интересным и полезным. Хистерical and anthropological research has brought forth important documents and revealed evidence of the use among primitive and ancient people of many of the methods used by modern psychotherapy, even though in a different form, as well as evidence of other subtle therapeutic techniques for which present-day parallels can hardly be found. Исторические и антропологические исследования позволили обнаружить важные документы и выявили свидетельства применения среди первобытных и древних народов многочисленных методов, которыми пользуется современная психотерапия. Хотя и в отличной от древности формах найдены также и доказательства существования других тонких терапевтических методов, которым едва ли удастся найти параллели в современной медицине. Акстеру и антропологические исследования The study of primitive healing thus is of interest not only to anthropologists and historians as being the root from which, after a long evolution, psychotherapy developed, but is also of great theoretical importance to the study of psychiatry as the basis of a new science of comparative psychotherapy. Поэтому изучение древних способов лечения представляет интерес не только для антропологов и историков, как источника, из которого в результате долгой эволюции развилась психотерапия, но имеет и большое теоретическое значение для изучения психиатрии, как основы новой науки, получившей название сравнительной психотерапии. In this chapter, we shall first discuss the discovery of primitive psychotherapy and then present a survey of the main techniques of primitive healing that will lead to a comparison with modern psychotherapy. В данной главе мы сначала расскажем об открытии первобытной психотерапии у первобытных народов, а затем представим обзор основных методов лечения, позволяющих сравнить эти методы с современной психотерапией. We will conclude with a brief sketch of the evolution from primitive healing to present-day dynamic psychotherapy. В заключении мы представим краткое описание эволюции от техники лечения, применяемой у первобытных народов, до современной динамической психотерапии. Открытие первобытной психотерапии One of the first scientists to understand the scientific relevance of primitive healing was the German anthropologist Adolf Bastien, 1826-1905. Одним из первых ученых, понявших ценность научного изучения первобытных методов лечения, был немецкий антрополог Adolf Bastien, 1826-1905. During his field work in Guyana, Bastien happened one day to suffer from severe headache and fever, and he asked the local medicine man to treat him with his usual method. Во время полевых работ в Guyana Bastien, однажды, почувствовал сильную головную боль и лихорадку и попросил местного лекаря полечить его методами, которыми тот обычно пользовался. It is worthwhile to summarize the account of this experience. Описание происходящего достаточно интересно, чтобы здесь его процитировать. The medicine man bade his white patient to come to his lodge shortly after dusk, and to bring with him his hammock and a few leaves of tobacco. Лекарь велел своему белому пациенту прийти в его хижину вскоре после наступления сумерек и принести с собой гамак и несколько листьев табака, которые поместили в чашу с водой и поставили на пол хижины. The treatment was performed in the presence of about 30 natives who had gathered there. Непосредственно сама процедура лечения производилась в присутствии примерно 30 туземцев, которые собрались там заранее. в хижине не было ни окон, ни дымохода. The door was closed and it was pitch dark. Дверь была закрыта так, что в комнате было совершенно темно. The patient was ordered to lie down on his hammock and to keep still, not to raise his hand or head. Пациенту велели лечь в гамак и лежать неподвижно, не поднимая ни головы, ни рук. He was warned that if he touched the ground with his foot, his life would be endangered. Его предупредили, что если он дотронется до земли ногой, его жизнь окажется в опасности. А young native boy, who spoke English, lay down on another hammock and translated as much as he could of the words spoken by the medicine man and by the kenny kenny means demons or spirits. в скобках. Юноха, говоривши по-английски, лег в другой гамак и переводил по мере возможности слова, произносимые лекарем. И то, что говорили кенаймас, это значит демоны или духи, в скобках. В скобках. The medicine man began by conjuring up the kennymas, kennymas, демоны, demons or spirits, kennymas. Лекарь начал с созыва кенаймас, то есть духов, демонов. лекарь, а в Последние вскоре обозначили свое присутствие всевозможного рода звуками, сначала тихими, затем более громкими и, наконец, ставшими оглушительными. Фетч of them spoke with its own voice, which worried according to the alert personality of the кенайма. Каждый дух или демон говорил своим голосом, и все голоса различались в зависимости от предполагаемой личности кенайма. Предполагалось, что некоторые из них летают по воздуху. The patient could hear the rustling of their wings and feel a draft on his face. Пациент мог слышать хелест их крыльев и чувствовать на своем лице дуновение ветерка от них. He even felt the touch of one of them and was agile, enough to bite off a few fragments, which he later found to be leaves of boughs that the medicine man must have been swinging through the air. Один раз крыло демона коснулось его, и он успел откусить кусочек крыла, оказавшийся впоследствии листьями от ветки, которые лекарь, вероятно, размахивал во время процедуры. Он слышал также, как демоны лизали, лежавшие на полу, табачные листья. The ceremony made a powerful impression on the patient who gradually fell into a kind of hypnosis sleep, awaking slightly when the noise receded, but falling again into deeper insensitivity as soon as it increased. Церемония произвела на пациента сильное впечатление. Он постепенно погружался в нечто вроде гипнотического сна, от которого он слегка пробуждался, когда шум утихал, но тут же снова впадал в бесчувствие, когда шум усиливался. The ritual lasted for not less than six hours and was completed when the medicine man suddenly put his hand on the patient's face. Ритуал продолжался не менее шести часов и внезапно закончился, когда лекарь неожиданно положил руку на лицо пациента. Но когда последний пришел в себя, боль не исчезла. The medicine man, however, insisted upon the payment of his fee, contending that he had cured the patient. As a proof of the cure, he showed him a caterpillar, which he alerted, was the disease he had extracted from the patient when putting his hand on his forehead. В качестве доказательства исцеления он показал ему каракатицу, которая якобы представляла собой болезнь, извлеченную им из головы пациента в тот момент, когда он положил руку на лицо, на лоб. Бастян commented on the fantastic achievement of the man who for six whole hours had displayed an intense activity and an unparalleled skill in ventriloquism. Бастян отмечает фантастическое искусство этого человека, который на протяжении шести часов проявлял завидную активность и демонстрировал необычные чревовещательные способности. Unfortunately, Бастян, who apparently did not catch much of the words exchanged between the medicine man and the conneimus, did not report about the meaning of the ceremony, about the personality of the medicine man, and does not seem to have inquired about the efficiency of such treatments among native patients. К сожалению, Бастян, которому удалось понять лишь немногие из тех слов, которыми лекарь обменивался с духами, не сообщает ничего ни о значении данной церемонии, ни о личности лекаря. И, по-видимому, он не распрахивал туземцев об эффективности подобного лечения среди местных пациентов. АМСОММЕНТОЕХ АМСОММЕНТОЕХ He insisted upon the necessity of collecting similar data because he said primitive medicine was rapidly disappearing, And this data would be of the greatest value for medicine as well as for ethnology. He thought it was necessary to collect these information, because the first medicine, by his words, quickly disappeared, a great deal of scattered data relating to primitive medicine had, of course, already been published at that time. Конечно, большое количество разрозненных данных, касающихся первобытной медицины, к тому времени было уже опубликовано. The arduous task of collecting and organizing this data was attempted by Bartels on the basis of extensive material. Трудоемкая задача собрать этот обширный материал и систематизировать его, была предпринята Бартельсом. He showed that a number of treatments used in primitive medicine are rational. For example, drugs, ointments, message, message, diet, и и have no counterpart in scientific medicine. He showed that he showed that many methods, that many methods, используемые первобытной медициной, are rationalized. For example, изменения лекарств, мазей, массажей, диеты, и так далее, и что они представляют собой раннюю стадию развития современной медицины, в то время как многие другие являются иррациональными процедурами, основанными на ошибочных теориях и не имеют аналогов научной медицине. Examples of these are the search for restoration of a supposedly lost soul, the extraction of the disease in the form of a foreign body, obviously produced through jugglery the expulsion of evil spirits and others. примерами последних являются попытки вернуть больному якобы утраченную им душу, извлечение болезни как таковой в форме постороннего тела, очевидно, производимые с помощью ловких рук, изгнание злых духов и так далее. Bartle's compilation, However, was still only a mosaic of isolated facts drawn from widely different peoples. the work of Bartle's работа Bartle's, однако, представляла собой лишь мозаичный набор разрозненных фактов, позаимствованных от самых разных народов. «Since his time, our knowledge of primitive medicine has greatly increased». За время, прохедшее после публикации его работы, наши знания о первобытной медицине значительно увеличились. «We are now in a better position to distinguish the specific features of primitive medicine among the many people of the world». Сейчас у нас больше возможностей различать специфические черты древней медицины у различных народов мира. «But we must not lose sight of the fact that our knowledge will always remain fragmentary». Но не следует упускать из вида и то, что наши знания в этой области навсегда останутся фрагментарными. «Нумерous primitive populations disappeared before any serious ethnological investigation could be conducted, and of those that survived. Many have retained only distorted remnants of their former customs and law». Многочисленные популяции первобытных людей исчезли еще до того, как среди них оказалось возможным провести сколько-нибудь серьезное этнологическое исследование. А у групп и племен, которые до сих пор сохранились, в наличии имеются лишь искаженные остатки их прежних обычаев и фольклора. Nevertheless, the data in our possession provide us with fairly, fairly, fairly accurate knowledge of the main features of primitive medicine, as can be seen notably in the books of Buchan and Segerist. Тем не менее, данные, которыми мы располагаем, дают нам возможность получить достаточно точное представление об основных чертах первобытной медицины, как это видно из книг Бушана и Зигериста. Форест Е. Клеменц Форест Е. Клеменц distinguished five main forms of treatment that can be deduced from the disease theory through a very simple cause and effect sort of reasoning. Форест Е. Клеменц различает пять форм лечения, которые с легкостью выводятся из теории заболеваний, благодаря весьма простому причинно-следственному способу мышления. They are summarized in the table 1.1. Эти формы лечения просуммированы в таблице 1.1. Table 1.1. Таблица 1.1. Disease Theory. Теории болезни. Therapy. The first. Disease Object Intrusion. Disease Theory. Therapy. Extraction of Disease Objects. Первое. Теории болезни. Вторжение в организм болезненного объекта. Терапия. Извлечение болезненного объекта. The second. Loss of the soul. This is theory. Therapy. To find, bring back and restore the lost soul. Второе. Теории болезни. Утрата души. Терапия. Найти, вернуть назад и восстановить утраченную душу. The third. Disease Theory. 3. Spirit intrusion. Терапия. А. Exorcism. Б. Mechanical extraction of the foreign spirit. И. C. Transference of the foreign spirit into another living being. Третье. Теория болезни. Вторжение духов. Терапия. А. Изгнание духов. Экзорсизм. Б. Механическое извлечение чуждого постороннего духа. С. Переселение чуждого духа в другое живое существо. Теория. Теория. Рея. Бридж б... Табу. Теория. 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 КОНФЕЄСИНВ. Четвертое. Теории болезни. Нарушение табу. Терапия. Признание вины. Искупительная жертва. Пятая. Теория болезни. Колдовство. Терапия. Контрмагия. Such forms of therapy are highly differentiated and it is clear that many other procedures could have been devised on the basis of the same disease theories. This is a theory. Теории болезни. Можно было бы разработать многие другие процедуры. For example, given the theory that disease results from the intrusion of a diseased object, there is no reason why the treatment should consist of the extraction of the diseased object through mouth sucking rather than through any of the other possible means. Например, если диагноз гласит, что заболевание является результатом вторжения в тело больного болезненного объекта, то нельзя считать, что лечение непременно должно состоять в извлечении этого объекта высасыванием его через рот, а не каким-то другим способом. However, a survey of the known facts shows that almost everywhere the disease object is extracted only by this method. Однако, анализ известных фактов показывает, что почти повсеместно объект извлекается именно таким методом. This peculiar fact brings us to the logical conclusion that we are dealing with a specific form of treatment that must have originated in one place and then spread to the rest of the world. Это позволяет сделать логическое заключение о том, что мы имеем здесь дело со специфическим методом лечения, который, вероятно, возник в одном месте, а затем получил распространение по всему миру. As we shall see later, we can even attempt a reconstruction of the development of primitive medicine from the earliest prehistoric times to the present day. Как мы увидим позднее, можно даже попытаться реконструировать развитие первобытной медицины, начиная с древнейших доисторических времен вплоть до наших дней. As the many forms of primitive therapy became better known and reliable, documents became available, psychiatrists began to show an interest in them. По мере того, как увеличиваются наши знания о различных формах первобытной терапии и появляется все больше надежных документов, психиатры начинают проявлять к ним все больше интерес. Шарко had been interested in psychopathological manifestations among primitive populations and wanted to compare them with those of his hysterical patients in Paris. Например, Шарко интересовался проявлениями психопатологии среди популяций находящихся на первобытной ступени развития и хотел сравнить их с психопатологическими проявлениями у своих истерических пациентов в Париже. Ирина One of his associates Меж gathered reports on possession and exorcism among the natives of Central Africa and an African woman who had arrived from her native land with severe hysterical symptoms was examined and treated in Charcot's ward at the Salpetrier. In 1932, Oscar Pfister commented on an account of a cure by a Navajo medicine man and attempted an interpretation in psychoanalytic terms. The one of his disciples, Mesh, собирал данные об одержимости дьявола и его изгнании у туземцев в Центральной Африке. И прибывшая в Париж жительница Африки, страдавшая тяжелой формой истерии, была осмотрена Харко и помещена в его палату в больнице Сальпетриер. В 1932 году Оскар Пфистер опубликовал статью, посвященную методу лечения шамана из индийского племени Навахо, и пытался интерпретировать его метод в терминах психоанализа. Подобные исследования были предприняты и другими психоаналитиками школы. Фрейда и Юнга. Among anthropologists, Claude Levi-Strauss vigorously emphasized the basic identity of certain age-old concepts of primitive medicine to certain new concepts of modern dynamic psychiatry. На то, что многие понятия первобытной медицины проявляют большое сходство с некоторыми новейшими концепциями современной динамической психиатрии, указывал и антрополог Claude Levi-Strauss. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...